Осторожно, у нас в доме котенок. Он был такой маленький, что я его еле нашла. С записки, оставленной мужем на столе, началась 20 лет назад история кота Баси в семье Гудковских. Александру тогда было 4 года, и два юных создания быстро нашли общий язык. Когда родители были на работе, мы очень часто с ним играли, по дому бегали, веселились. С возрастом характер Баси изменился. Сейчас он стал более покладистым и степенным. А когда кот был помоложе, у него был очень бойкий нрав. В семье его прозвали кот и пес за невероятное сочетание в нем кошачьих и собачьих повадок. Иногда бывало, на незнакомцев бросался, но со своими всегда был очень ласковый, добрый. Бывало, еще притаскивал с улицы всякую, дичь голубей притаскивал, гордый такой. Смотрите, может, поймал. 20 лет для представителей семейства кошачьих считается возрастом долгожителей. Сейчас все внимание хозяев сосредоточено на своем любимом питомце. Его балуют и очень трепетно заботятся, чтобы облегчить его старость. Пытаемся, не знаю правильно или нет, угождать его приходом по поводу кормежки. Конечно, кормим тем, что может быть не очень полезно, но когда ему нравится, даем. С возрастом и вкусовые пристрастия Баси изменились, и он стал более ласковым. Теперь все чаще сидит на коленях, любит, когда его гладят. Ну а если хозяева заняты, можно и на батарее погреться, где ему заботливо положили подстилку. Это радость, это радость. Это такая большая радость. Это просто, я не знаю, даже вот его гладить. Очень ласковый, очень какой-то преданное, совершенно животное. Все понимает. Комы называют кошкиным домом. Кроме Баси, кошки здесь буквально на каждом шагу. Это различные статуэтки из разных уголков мира. Текстильные кошки, которые сшила Татьяна. Большая часть этой коллекции сейчас находится в музее народной игрушки на выставке.